Лично для меня это смешение. Я хорошо знаю Академию наук, и очень неплохо мы работали в свое время с МОИПом, с Московским Учиспытателем природы, с Академиком Яншином. Я знаю, как Академия постепенно наращивала в постсоветском пространстве свои не только политические, но и финансовые убеждения в том, что наука мало всего имеет, нужно больше, больше и больше. Это распространялось только на элиту академическую, но отнюдь не на лаборатории, которые просто у нас постепенно херели, и в большинстве случаев это были развалины. Вот мы ездили по и глубинке, и по Москве, и по Подмосковью, где были различные лабораторные проекты, заводы от Академии наук, многие различные, в том числе и невоенные гражданские объекты, которые просто переродились, переобустроились и не занимались уже профилирующим академическим каким-то исследованием. То есть получилось так, что многие из академиков-то не дожили, а многие не дошли до академиков за счет вот этой вот пертурбации псевдонаучной, на самом деле очень сильной финансовой подоплеки. Поэтому я считаю, что, конечно, реформа нужна, но здесь нужно посмотреть, кто реформу проводит. Не реформируют ли реформу сами реформисты, которым угодно оставаться на собственных местах и притягивать сюда к малопродуктивным проектам гигантские средства налогоплательщиков. Вот в этом случае, конечно, нужен отдельный академический банк реальный, да, наверное, может быть, это будут развиваться сколковские проекты, дополнительные силиконовые долины, наверное, может быть, за счет этого будет прозрачность. Но, тем не менее, старую фундаментальную Академию наук перетрясти давно следовало.